Здравствуйте, уважаемые подписчики! Давно мы не встречались в таком формате. Решил не делать сюжет по этому поводу, поскольку такой аналогичный сюжет у нас уже был. В чем, собственно, дело? Вчера увидели рекламу опять на ГТРК Саратов о том, что замечательная, ортопедическая, для широкой косточки обувь ждет нас в кинотеатре «Мир» и в кинотеатре «Россия». И самый акцент, конечно, всегда идет в этой рекламе о том, что это обувь белорусская. Я не знаю, как так укрынилось в голове наших жителей, то ли в Саратовской, то ли вообще по всей России, что белорусская обувь – это прям, я не знаю, чуть ли не Италия в высшей марке. И все вот бегут на вот этот призыв белорусской обуви, особенно пожилые люди, и стараются все это купить. Проблема в том, что уже этот сюжет, как я говорил, мы такой делали, и тогда в кинотеатре «Мир» при помощи сотрудников полиции, АБЭП тогда изъял всю эту партию, не было там ни сертификатов, ничего. Ссылочку на этот сюжет мы оставим в описании. И вот сегодня мы решили заехать тоже в этот кинотеатр «Россия», посмотреть, какая же там обувь белорусская продается. Никаких сомнений по этому поводу изначальных у нас, естественно, не было, но все же проверить было нужно. Давайте сначала прям короткий вот этот сюжет ГТРК посмотрим, а потом сделаем несколько акцентов. Погода в регионе становится по-настоящему весенней, наступает время обновлений. Где выбрать удобную обувь на теплый сезон, знает Анастасия Казимирова. Обувь для проблемных ног, выступающей косточкой, большая полнота, высокий подъем. Покупатели отмечают, что белорусская обувь очень мягкая и удобная. А главное, у нее не скользящая подошва. Подошва не скользкая и очень удобная колодка, прям вообще для проблемных ног. Очень хорошо. Сейчас пришли мне обувь, взяли, очень удобная. Такие, очень обходительные. Во-первых, продавцы, дай бог им здоровья, внимания к нам, к пожилым. Спасибо вам за все. Очень удобная обувь. Большой ассортимент ярмарки позволяет выбрать обувь на все сезоны и на любой гардероб. Широкий размерный ряд моделей для мужчин и для женщин сейчас завезли в весеннюю коллекцию. Удобная колодка, облегченная подошва, регуляторы полноты делают нашу обувь комфортной для любых проблемных ног. Выпирающие косточки, полнота, высокий подъем – это для нас не проблема. Приобрести удобную пару на весенний сезон можно в двух местах одновременно. С 29 марта по 3 апреля в городе Балакова. Кинотеатр «Мир» и Кинотеатр «Россия». Анастасия Казимирова, Алексей Новиков, Павел Крыклевец. Вести. Саратов. Ну вот сами видите, в своем сюжете наши региональные СМИ, то есть телевидение, которое вещает на все районы области, говорит нам о том, что обувь точно белорусская. Корреспондент берет интервью, где вот эта женщина, запомните ее, она у нас подъедет попозже уже в наших записях. Твердо уверяет, что подходит для широкой стопы, плоскостопия, косточки и так далее. О чем косвенно можно судить? О том, что это ортопедическая якобы обувь. То есть должна какая-то медицинская сертификата на нее быть. Ну и естественно давайте обратим внимание, что там продают. Вот это обувь. Вот видите фирмы там Аувей, там алмазный какой-то там скороход и так далее. То есть знаменитая обувь «Суббота», которую наберете вы в интернете, сами увидите, что это однозначно Китай. Мы попросили продавца показать, все-таки акцентировать, где у них белорусская обувь. Что написано? Сделано в России. Россия это не Белоруссия, правильно? Вот, вот. Ну у вас наклейка «Белорусская обувь», вот. Где врут-то? Кто врет, вы или кто? Это «Китайская суббота». Женщины, это «Китайская обувь», если что так. У вас ничего не учит. Вот прошлых продавцов АБП вот все это упаковало и увез. Вы опять едете. Ну, девчонки там растерялись от нашего напора и стали руками водить все белорусское вроде бы. Но, говорит, есть у нас и ульяновское. И вот показывает на эту обувь Аувей. Говорит, что она ульяновская. Хотя на коробке написано, что она белорусская. На подошву переворачиваешь. На подошве написано «Сделано в России». Вроде бы Россия еще Белоруссию не присоединила или наоборот. Поэтому непонятно. Истоки, значит, этой обуви у нас, производители, теряются где-то на Евразийском континенте. В чем суть? Стали мы, конечно, просить сертификаты. Все как положено. Где уголок потребителя? Докажите нам, что это белорусская обувь, что она ортопедическая. Естественно, ни одного документа у девчонок-продавцов не было. Как они нам пояснили, что наняли их буквально совсем недавно. Через интернет увидели объявление и по телефону связались с заказчиком. Вот их на эту ярмарку несколько продавцов определили. Сами они саратовские. Может быть, кто-то балаковский. Это уже полиция будет разбираться. Ну, суть в том, что, конечно же, никаких документов у них нет. Ни договоров. Даже временного найма или срочного трудового договора никаких документов нет. Уже все это мы проходили. И поэтому сделали звонок в дежурную часть. Благо, полиция быстро отреагировала. Приехали сотрудники полиции. Провели первоначальный опрос. Ну, я думаю, сделали те же самые выводы, что и мы. В итоге опросили всех. Я написал заявление от себя лично о том, что эта реклама вводит в заблуждение граждан. Что это не соответствует действительности. Потом вот прибежала женщина из рекламного ролика ГТРК «Саратов». Стала доказывать, что мы имеем какой-то интерес. Что это заказуха. Ее бедную заказали. И, в общем, она ни в чем не виновата. Обувь у них хорошая. Обувь маркирована индивидуальным предпринимателем Савиновой. Там же был номер ННН. Труда не составляет через egrunalog.ru пробить данного предпринимателя. Выяснилось, что зарегистрирована предпринимательская деятельность Тюменской области. Обычные гастролеры, которые кружат ежегодно по нашим городам и весе. То с медом, то с обувью, то с этими чавычами какими-то. Я больше не знаю, что и рыба там половина вся эта поддельная. Вот эти ярмарки. Получилось, что в итоге полиция, конечно же, всю эту партию после составления всех необходимых документов изъяла при нас. Мы все это видели. Дальше, как будут развиваться события, тоже пусть занимаются правоохранительные органы. Но я вас искренне умоляю, прошу просто своим родителям, передайте, пожалуйста, что не надо ходить на эти гастрольные ярмарки. Даже просто элементарно подумайте о том, что если вы ее купите и вдруг с этой обувью что-то не так, то есть она подлежит гарантии один месяц, где вы потом этих гастролеров будете искать? Кому вы эту обувь или претензии будете предъявлять? Вы просто никого не найдете. Что самое, конечно, страшное во всей этой ситуации, что мы уже косвенно несколько раз делали посыл в сторону региональных СМИ, особенно именно ГТРК Саратов. Я не знаю, может быть, у них проблема там с рекламой, у них нету, у них весь эфир, вот все каждые новости забиты вот этой чавычей, грибами какими-то там таежными, больше чем уверен, что просто не проверяли пока еще. И вот этой обувью. Они могли бы сделать какие-то свои выводы и перестать это рекламировать, либо требовать хотя бы у рекламодателя документы, подтверждающие на эту сертификат, соответственно, что это обувь белорусская, хотя бы себя не подставлять. Пока мы оформляли документы в сам вот этот кинотеатр «Россия», вот на эту ярмарку, так называемую ярмарку, шли пожилые люди. Даже моя жена им говорила о том, что не ходите туда, это пульсификат, скорее всего, либо вообще обувь не соответствующая никакому качеству. что там люди все равно шли, они верят телевидению эфирному, понимаете? И вот вводя их в заблуждение на этом уровне, из них уже это тяжело мысль выбить. Они думают, что что-то от них прячут. Нет, почему там полиция работает? Дайте нам купить вот этот вот за 3000 китайской тапочки с Алиэкспресс. Они свято уверены, что это белорусская обувь. Хотя им прямо в лицо там говоришь, что нет, нет, ну не может Аувэй или там Сюньфэнь там называться белорусская обувь. Нет таких фабрик. Просто элементарно наберите в интернете, и вы увидите, какие фабрики обувные в Беларуси есть. Тем более белорусская обувь, она очень дорогая достаточно, сделана только из натуральной кожи, как правило. Поэтому обращаюсь, предупредите своих пожилых родственников, родителей, бабушек, дедушек. Не ходите и не ведитесь на эти массажные накидки, на эти обуви, чавычи, мед из пчелиного маточного молочка. Вам любой пчеловод, а у нас край такой достаточно, вот есть хвалынский мед наш прекрасный, скажет, что такого в природе быть не может. Если он и может, он настолько ограниченная партия, что ни один медовик вам просто не продаст. Ну вот с этим как бы и хотел об этом вам сегодня доложить. Всем пока, подписывайтесь на канал.